Каждый человек Рафаэль Аллаев мог ответить на все эти вопросы Со свойственной ему простотой и мудростью Положительно, ибо все свои поступки Строил исходя из своего благородного воспитания И тех ценностей, которые были впитаны им вместе с молоком матери Он всегда испытывал трепет перед Ашемом Не нарушал шаббат Относился к своим родителям с честью и уважением Постоянно помогал людям, не крал Был абсолютно честен в поступках и помыслах Не знал зависти И жил только для того, чтобы помочь ближнему Среди выдающихся лидеров общин бухарских евреев мира Стоит величественно легендарная личность Рафаэля Малкеловича Аллаева Лидера Венской общины бухарских евреев Занимающая особое место в новейшей истории нашего народа Рафаэль Аллаев родился 12 октября 1929 года в Самарканде Большой и дружной семье Бурхо Калантаровой и Малкелла Аллаева-Усе За первенцем Рафаэлем, названного в честь купца первой гильдии Рафаэля Калантарова Последовали сыновья и дочери Моше, Рахмин, Амнун, Давид, Тамара и Илюша В 1932 году они намеревались уехать в Палестину Но не смогли перейти границу с Афганистаном Мы дружили с детства, можно сказать, с первого класса Каждый праздник все друзья собрались у нас У нас детство прошло очень хорошо Рафаэль активный, шустрый парень, очень был шустрый Он мог работать и в то время деньги находить, не знаю как Нам было под 12, 11 лет У Рафаэля отец был очень деловой И они были богатыми Отец мой был очень порядочный бизнесмен Где бы он ни был, с кем бы он ни работал Всегда успел успех Моркел Алай Посадили за ничто Как будто он растоптал портрет Сталина и Ленина Трое его друзья стали свидетелем Ему дали 10 лет Рафаэла мама пошла, где вот этот судебный орган, где папку держат, делает Она украла его А когда уже дошли, что повторно суд, надо то, 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 то Эту папку не нашли, никакого обведения нету И его выпустили И покойная бурхо, мать Рафаэла Вырастила детей Дала она образование им всем Все эти дети были исключительно доброй душой А Рафаэл был как сардор Он был с детства, раннего детства, бизнесменом Он даже не доходы отца Он сам зарабатывал рахматку на Аурашворе Они поэтому пошли по торговой линии И очень много добились они Он очень помогал маме Мама бегала за моими отцами Ура, Телябинска А дадим турман кармэ гонан Как Салфу, он им рафта ума Бэд дадим он джим и заскалус Да туримшкавэ Дадим, заскалус А вот как Хлеб дадам Хлеб Болея кармэ дадам Дадим, корку гудан И на шайни турман дедки Дадим, короном бьенан Эта хлебризань кармэ Апатий Да, туримшкавэ Ааа, и кор кором а рафтан Человек, заменивший ему отца и наставника, стал его любимый дедушка Исаак Калантаров, которого Рафаэль Аллаев безмерно любил, тянулся, уважал, чей авторитет был для него беспрекословным до последних дней его жизни. Он любимый старший внук из мальчиков Рафаэль Аким. Исаак Калантар – это был глава общины, очень интересный мужчина. Мы звали его Бо-во, дед. Он всем нам напутствие давал в хорошем направлении. Я пример один могу привести. Каждую субботу Рафаэль забирал деда. Он любил всякие пряности, он любил рыбу жареную, копченую. Забирал за город или там куда-нибудь отдыхать, или к его друзьям. Вот такой человек, до чего он его любил. Мать в Чаджуи жил. Он ехал ночью, субботом вечером поездом поехал. В воскресенье обратно приехал. Он принес ткань, шелк раньше. Это очень тяжело. Франги был, франги. Франги был. И продавал. И продавал. Потом они организовали, уже второго ребенка родила, железо продавали. Трех часов ночи они тащили железо. Это один железо очень тяжело было. Мама была в Чаджуи, жили родители. А мы жили с братьями, четыре брата с ним вместе. Она готовила, стирала, ухаживала за нами. Мне было 13 лет. Папа расскажет тебе одну историю, когда у них украли корову. А это кормилица была у них. В Мухарске украли корову дома. В Мухарске украли корову дома. В Мухарске украли корову дома. В Мухарске была напротив Ургутского базара. Он ходил в телогрейке. Я его в телогрейке видел. Он работал, хорошая работа у него была. Какая у него хорошая работа была? Он завскладом был. Трикотажные, готовые одежды. Это очень прибыльный доход был. И он всю семью задержал. Отца семья задержал. И Камара, Хуараш, Илюже, Амну, Дови. Все их за его счет был. Рафаэль и Берта Алаевы росли в одном квартале и приходились друг к другу близкими родственниками по Калантаровской линии. Берта, статная, прекрасно сложная, с черными как смоль волосами, толстыми косами, сразу же приглянулась Рафаэлью. Будущая учительница математики была мечтой многих молодых самаркандцев. Они серьезно заглядывались на красивую, черноглазую, знойную девушку, в которой текла кровь аристократов Калантаровых и искусственных ремесленников Арабовых. Они, конечно, близкие родственники, семья очень дружили. Он бывал у нас часто. Берта была исключительно красивой. Она вышла замуж за Рафаэлов в 16 лет. Ему было где-то 20 лет. Она очень послушная была, очень послушная. Но там, где она шла наперекор, он отрезал и делал так, как он хочет. Он был хозяином семьи, как на Востоке принято. Но он очень умно поступал. И постепенно она пошла по его стопам, и у них была очень и очень хорошая семья. Он дружил с ее братом, с Яшей. А мама была подружкой с ее матерью. Бухар-Араб, Бухар-Контар. Рафаэля Аллаева, мама увидела, что мою сестру, что она такая быстрая, красивая девочка. И она попросила моей сестры руки. И отец, конечно, дал согласие на их свадьбу. Рафаэль и Берта Аллаева женились в 1952 году. Их свадьба стала событием не только в жизни Калантаровых, но и всего еврейского квартала Самарканда. Первенец Малкейла Аллаева и старшая дочь Нирьо Калантарова соединили свои узы с священным браком. Была первая свадьба эта в нашем доме. Были столы все подготовленные. Для нас большая очень семья. Калантаровой, Норматовой. Очень красивая, хорошая свадьба была. Все это помню, как костер разжигали, как вокруг костра они танцевали, все вот эти свадья, люди, невеста. Потом, как ее заводили на лошади. Я с ней сидела рядом. Свадьба была летом. Во дворе Нирьо Калантарова, а мы, дети, поднимались на крышу их дома. Оттуда все наблюдали. Это музыку, это все застолье, которое было. Мой зять Рафаэль, он был очень трудолюбивый. Всему, чего он добился в своей жизни, он добился сам. Он был очень шустрый. Ни одной минуты не сидел. И я еще своей сестре иногда говорила, Берта, как ты за ним успеваешь? Он же вообще не сидит на одном месте. Но она была из тех девушек, которая была, во-первых, не очень доступная. Она была с гонором, с характером. И очень трудно было ее покорить. Она была необыкновенно красивой среди бухарских девушек. А вот Рафаэль оказался тем человеком, который покорил самую красивую девушку нашей Бухалы. Рафаэль Алаев собирался стать учителем географии. Вместе с своим закадычным другом Аврашем Никталовым он поступает в Самаркандский учительский институт в 1947 году. Закончив его через два года, друзья поняли, что им, сыновьям-торговцам на генетическом уровне, предпочтительнее будет совершать крупные торговые сделки, чем заниматься рутинной работой учителя в школе. Поэтому их следующим шагом стал Самаркандский торговый институт, куда они поступили в 1952 году и успешно закончили очное отделение в 1956, получив дипломы товароведа. Рафаэлю все удавалось легко, с первого раза. Его бьющая через край энергетика, умение трудиться и зарабатывать деньги, недовольствоваться малым, всегда ставить перед собой большие задачи, развиваться и развивать, выделяли Рафаэля Алаева из общей массы его современников. Они жили на улице Шарабацкой, в доме Малкела Алаева. Потом у них появился свой выход со стороны улицы Восточной. В этом доме родились все сыновья Берты и Рафаэля Алаева. Бахур, Шумьель, Даниэль и Эммануэль. Я за 7 лет четверых родила. Четырех сыновей. Четырех сыновей. Он 53-м, маленький 60-й. У нас детство было счастливым, мы были всегда довольны. Мы не нуждались ни в чем. Папа был королем в Самарканде. Он все имел там. Но все-таки из-за нас он оставил Советский Союз и поехал в Израиль, чтобы мы свободно жили там. Не боялись. Как говорят на бухарском, Тарсу Ларсна Боши. В 1972 году семья Алаевых приняла окончательное решение репатриироваться в Израиль. Шаг этот был непростой. Алаевы были успешнее всех. Дети учились в школах, а старший Борис являлся студентом архитектурного института. Казалось бы, зачем им менять свой налаженный комфорт, накопленный трудом и мозолями богатства. Алаевы были еще молодыми, полными сил. Рафаэлю Марковичу всего 42. Абет Синерьяевне 36. Мы в один день одним самолетом приехали с Рафаэлла. Из Самарканда мы выехали одним самолетом и приземлились в Израиле одним самолетом 1 сентября 1972 года. Иммиграция была нелегкая. Отец, который все имел в Самарканде, мог позволить себе все, и вдруг он все должен начинать все это сначала. Ему спрашивали его друзья, его родственники, зачем ты выезжаешь, ты живешь хорошо, у тебя все есть. Он говорит, что мне надо дрожать. Я хочу жить свободной жизнью. И он даже своим друзьям говорил, руки вверх, я не еду туда, куда я ничего не знаю. Ничего нет у меня. Ну, они были очень коротко. Их попали ульпан в Геватаде. Мальчиков старших послали в Кибут учить язык. И он начал работать. Он же бизнесмен, он начал работать. Вы знаете, как неудивительно, очень много бухарских евреев пошли на бизнес. Я помню, работали в ресторане рабочим. Посуду мыли, полы мыли. И, несмотря на возраст, Аким был видный, он не снялся такой работы. Делали пиццу там. Там Кольба Шалом было здание. И там один американец держал пиццу. И там он делал с моим братом, старшим Бориком, и отцом они работали, делали пиццу. А когда папа не мог ходить, я его замечал. В субботу, я помню. Как раз много клиентов приходило туда в субботу. Там работал несколько месяцев. Потом он уехал в Австрию, а я остался. Они там провели два года, и он вернулся в Вену, думая сначала, что вернется в Самарканд. Все-таки к Самарканду они были очень привязаны. Мой папа приехал в Австрию в 74-м году с тремя сыновьями. Он приехал, их устроил на работу и взял квартиру им. Это квартира, в которой мы жили, Францхо-Кеннегараса, 24, с 1978 года вплоть до 1980-х годов. Конца 80-х годов. Это было очень центральное место. Здесь недалеко базар. Сейчас это место совсем переменялось. Здесь все, отремонтировали здания. Мы жили в двухкомнатной квартире. Не было легко. Мой папа здесь сильно мучился. Он работал не только бизнесменом, он был маляром. Он работал на своего хозяина, который он дублировал материалы, и потом он открыл свой магазин на Мексико-Плац. Здесь жил папа, мама, мы и мы, дети. С 1976 года. До конца 80-х, середины 80-х годов. Когда они приехали сюда, в Вену, он, кроме того, что вот они работали неделю, он еще там кому-то говорил, шофер или кто, что, слушай, если есть такие перевозки, какие... У меня целая бригада. У меня 10 рук. Мы придем и будем делать это. И 5 часов утра он их будил. Какие молодые, в субботу нагулявшие, в воскресенье будут вставать. И он имел, значит, и физическую эту, применил силу. Они вставали, работали и вносили в копилку. Ну, наши клиенты почти все были, можно сказать, из восточного блока. Югославия, Россия, Польша. Отец говорил на славянском их языке. И он понимал это. Первая синагога, которая... То, что Иезя говорил, вот это здание, видите, если была старая синагога, которая нам дала культузгимайна, вот это... Вот это желтое здание высокое. Когда еще Сефар Тура не было, он для еврейских бухарских... Кауцию заплатил залог, деньги, по-русски говоря, и взял Сефар Тура здесь, чтобы евреи бухарские молились в синагоге. Там мы сделали. И в 1976 году мы унтер-Аугартенстрассе. Там взяли на МИТА, взяли Сефар Тура, все там сделали. Там был бет-кнессет еврейский, бухарский. Там сделали сукка, там сделали шхотони. И все это мы организовали. Рафаэл Аллаев, ему повезло очень и очень в двух вещах. То, что он родился по линии коммерческой, эти люди. А второе, это его супруга. Это не просто жена. Это не только тыл. Это не та, которая воспитывает детей. Она была с ним всегда на передовой. Тетя Берта работала еще тяжелее, чем Рафик. Ставила плечо для Рафаэля Кима. Вот такая она была женщина, такая добрая, такая честная, порядочная. Мы сперва работали, я отдельно, он отдельно. Он работал сперва, надо было нам визу, нам визу не дали. Мы когда приехали, дети все работали. А мы с ним не работаем, три месяца мы имеем право здесь жить. Но он пошел маляром. Два дня он маляром работал, на третий день шеф сказал, ты не можешь на лестнице ходить. Это мне не нужно. Моя мама очень, очень грамотная женщина. Она может вывести мужа вперед, и она может чему поднять очень сильно вверх. Она у нас молодчина. Выросла четырех больших сыновей. И нашла компромисс с моим отцом. Во всех делах, и в работе, и в жизни, и в партнерстве. Она всегда с ним. В особенности в Вене. Там, где он работал, она рядом с ним. Все вопросы семейного характера, жизни сыновей, устройств, там была полная гармония между Рафаэлем и Тетибердой. Начали с нуля, окончили великими бизнесменами. Что Рафаэль Аким, что Тетим. Они рука об руку вместе работали возле железнодорожной станции, прямо, ты знаешь, в этом магазине у них был, интернешнл. Все со всего мира. Он всем угождал, кому-то долго давал, даже иногда не брал, митцву делал. Он цадек. Рафаэль Алаев прекрасный бизнесмен, пример всей нашей общины. Лично для меня он был прекрасным учителем, как делать бизнес. И он, я вам скажу, очень добрый, дипломатичный, простой. Он никогда нос не задирал. Бизнес – это везде бизнес, поговаривал Рафаэль Алаев, познавший эту истину и при социализме в СССР, и при капитализме, оказавшись в Израиле, и в Австрии во второй половине 20 века. Давал людям работу. В этом магазинах работал он с ними как щирик пополам. Давал, с нуля приходил ребенок, пацан, с нуля и подымался. Давал возможность зарабатывать. Когда он был в Вене, он очень много помогал нашим людям, нашим иммигрантам на первых порах и с жильем, и с трудоустройством, и с приобщением к иудаизму. Люди обращались часто к нему. Он всячески помогал. Всем. Кому должен купить квартиру, он помогал. Кто там у него неприятность в семье, сделал дружбу. Вот это у них, что, да си хайр, до райна. Что бы вы сказали своему внуку? С чего надо начинать? Когда я только приехал в Вену, и когда еще не было синагоги, и там было, предположим, обрезание Фузаева. Предположим, чье-то. я пришел, все пришли, и он пришел. Он зашел сзади всех, и вот кто вокруг был, большой, маленький, он им подавал руку. Я пришел жене, и говорю, слушай, человек, такого положения, если бы я, я извиняюсь за это выражение, но я так и сказал, если бы там была собака, он бы подал ей руку. Он всем подал руку. Он ценит людей. У него это было, это дар, природный дар, как у его отца. Когда я ему задал вопрос, вы окончаете? Он говорит, и он прав. Зачем мне надо, я еще одно дин душман, пойду, когда? Я с ним подорваюсь, он видеть будет во мне дружелюбного человека. Теперь уже, вот сейчас, эти годы, вот-вот-вот, я же так встречаюсь с ними. Как папа правильно нас воспитал, мы сегодня это знаем. За эти годы, ставшие поворотными в жизни Рафаэля и Берта Лаевых, произошли значительные изменения. Подросли сыновья, Борис, Шмуэль, Даниэль, Эммануэль, которые встали под крыло родителей, развивая бизнес и торговлю с разными странами Восточной Европы. Они даже научились бегло говорить на сербо-хорватском, польском, чешском и славянском языках. Алаевы породнились с прекрасными и уважаемыми семьями бухарских евреев. В их дом на правах дочерей вошли красавицы-невестки, подарившие им замечательных внуков и позже правнуков, получивших свое образование еврейских ортодоксальных школах в Вене. Внуки стали владеть наряду с небесским языком также ивритом. О доме говорили с дедушкой и бабушкой на родном бухарско-еврейском и русском языках. Их бармицвы и батмицвы становились радостными событиями не только для семей Алаевых, но и всей общины бухарских евреев Вены тех лет. Мы должны его дети заучиться у него. Почему? Вот этому доброту, которую он подает руку своим братьям и чужим. Они думают только о себе. Через некоторое время Рафаэль Алаев становится избранным президентом венской общины. И на этом поприще добивается больших успехов в течение всех 12 лет правления. Когда он был президентом, я в Хабаде открылся, и он очень много был внимания, обращал нашему Хабаду помощи. Ты был тем человеком, который показал, что бухарские евреи достойны уважения правительства, достойны уважения тех людей, которые были вокруг них. И тот расцвет общины, который был при тебе, он и по сей день продолжается твоими единомышленниками. Мой отец очень был трудолюбивым, честным человеком, порядочным по сравнению к чужим и к своим братьям. Он всем своим братьям помогал. Супруги Алаевы всегда трепетно относились ко всем родственникам, причем в равной степени Берта с уважением и почитанием к свекрови и свекру, братьям и сестрам Рафаэля. Так и Рафаэль Алаев с огромным уважением относился к ее родным. Не только потому, что они состояли в родстве. Рафаэль Алаев не представлял другого отношения к близким его людям. Он окружал их огромной заботой, несоизмеримой материальной и моральной поддержкой и всегда был первым, когда была нужна действенная помощь. Желаем. Хорошо, что он приехал, он нас видел. Если я поехал, я его только видел. Имроз хамай ему, о, ягон фикром он на ма ее ма 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 дилбери джан ма 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 с ма 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 Субтитры сделал DimaTorzok Покинув родину, Рафаэль Алаев при первой же возможности неоднократно приезжал в родной Самарканд, к брату в Душамбе, чтобы встретиться с родными, близкими, посетить могилы предков, а также помогал им эмигрировать в Израиль, Австрию и Америку. В 1991 году в Душамбе неожиданно скончался его отец Малкиел Аллаев. Он в субботу поехал в лицер в Москву. Через Москву он поехал в Душамбе. Душамбе неожиданно скончался его отец Малкиел Аллаев. Душамбе неожиданно скончался его отец Малкиел Аллаев. Прожив более 20 лет в Вене, Рафаэль Алаев задумал открыть новый бизнес в Америке, которая притягивала как магнит деловых евреев со всего мира в Нью-Йорк, финансовую столицу страны. И ему выпала такая возможность. Живущие в США братья Рафаэль Аллаева решили открыть ресторанный бизнес, так как Давид Маркович был специозным специалистом в этой области, знатоком кулинарии и секретов национальных кухонь многих народов мира. В 1995 году был построен Forest Hills ресторан, названный в честь Рафаэля Аллаева, который со временем займет центральное место в культурной жизни общины бухарских евреев Нью-Йорка. Когда братья приехали в Америку, а Давид был инженер-технолог по профессии, и брат решил помочь ему, открыли ресторан «Рафаэль» на Кузбульваре на 450 человек. Я хочу поблагодарить, во-первых, человека, который для нас, в общем-то, сейчас является отцом, потому что отца нету. Он сделал это для того, чтобы его брат чувствовал себя человеком. И действительно, этот ресторан «Рафаэль» был очень популярный среди бухарских евреев. Многие торжества проводили. И что интересно, у Ария Азана, Рафаэля Азана, он приезжал часто, и он, как официант, заходил, обслуживал. Я говорю, я знаю, вы что делаете. А это мой ресторан. Что, понимаете, удивительный был человек. В 1999 году Рафаэль Алаев принял участие в ставшем историческом первом съезде Конгресса бухарских евреев США и Канады, который прошел в Нью-Йорке 2-3 мая и собрал делегатов 50 обцентров и общинных организаций Северной Америки. Позже, в феврале 2000 года, он возглавил делегацию Венской общины бухарских евреев на созванный первый съезд Всемирного конгресса бухарских евреев под руководством Леви Леваева. Кадры этого фильма снимались к юбилею, 65-летию со дня совместной жизни Рафаэля Малкевича Алаева и Берты Ныряевой-Калантаровой. Борис Алаев, который старался успеть при жизни сохранить лучшие мгновения жизни родителей, так появился фильм «Вальс длиною в жизнь. Благословенные свыше», презентация которого успешно прошла в Вене в кинозале еврейского центра Бет-Халеви в 2018 году. Рафаэль и Берта Алаевы смогли в присутствии лидеров и активистов общины, родственников, внуков и правнуков как бы подвести итог своей 65-летней счастливой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Но ровно год назад, 7 февраля 2021 года, 25-го шва, его долгое, прекрасное, наполненное яркими событиями и выдающимися достижениями, направленное на благо семьи и общества, жизнь патриарха общины Рафаэля Малкевича Алаева, остановилось, завершившись на самой высокой ноте. Борис, который взял на себя Митсу быть постоянно рядом с родителями, по нескольку раз в день навещая, исполнял любое желание, впервые в жизни вдруг понял, столкнулся с собственной беспомощностью. Не в силах что-то изменить и только принять эту терзающую душу и тело боль как данность, смириться перед Хошемом и благодарить его за 9 десятков лет счастья, которые выпали матери, ему, любимым братьям, снохам, общине и всему еврейскому народу, как повод быть благодарным за все деяния Отца, за тот след и благородную память, которую он оставил в Господе себе. Рафаэль Алаев знал, что после многочисленных поездок в Израиль, в вечный Юрсалим, он найдет покой именно там, на Святой Земле. Весна и лето жизни Рафаэля Алаева пришлись на сказочный Самаркан, осень, на величественную имперскую Вену и глубокая, вечная зима, возвратили его в Святой Юрусалим, ставший завершением его жизни по миру. Здесь покоятся его отец и мать, братья и родные. Теперь и он, Рафаэль Малкейлович Алаев, с ними навсегда. Весь бухарско-еврейский мир был взволнован этой печальной вестью из Вены, которая взбудоражила каждого, кто знал, общался, был вхож в гостеприимный дом Рафаэля Алаева. Из-за угрозы пандемии в Европе и Америке не всем удалось приехать в Австрию или Израиль, чтобы проводить в последний путь Сардора, главы Авлода, легендарного деятеля Венской общины, стоявшего у стоков ее основания, развития и процветания. Питер Димао Наличева Уреген Продолжение следует... 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 Продолжение следует...